Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Через год... Я год, наверное, пистолетом занимался... И потом перешел на винтовку... Мастера спорта сделал, по-моему, в 79-м году... В 1981-м выполнил норматив мастера спорта международного класса... В хронологическом порядке в 1984-м году я стал чемпионом СССР... Попал в сборную команду СССР... Первый большой успех – это Хиросима, 1994-й год... Мне там удалось взять пять медалей... Два золота, два серебра и одна бронза... А потом были еще соревнования всякие, азиатские игры там... Ну, с азиатских игр у меня, по-моему, девять медалей... Из них, по-моему, четыре золота... Кубки мира выигрывал, финалы Кубка мира... Даже рекорды мира у меня были... Рекорд Азии у меня до сих пор стоит... Вещь, что вспомнить есть... Было много всяких приятных моментов... В спорте так... Я считаю... У меня удалась спортивная жизнь... Моя спортивная карьера... Как спортсмен... Ну, тренер я вот так уже... Набираю, так сказать, обороты... Надеюсь, что... Кого-нибудь там... Серьезного спортсмена я все-таки воспитаю... Свою вторую половину Сергей Николаевич также встретил в тире... Вместе стреляли... И... Она тоже сначала винтовку стреляла... А потом перешла на пистолет... И... Успехи у нее приличные... На Олимпиаду вот... В 96-м году в Атланте мы ездили... И... Насколько мне не изменяет память... Это, по-моему... Первые... Первые олимпийские игры, где мужчины жили вместе с женщинами... И я со своей женой жил в одном номере... Немногим удается завоевать на Олимпиаде медаль... А Сергею Беляеву удача улыбнулась дважды... Самый значительный успех, конечно... Это у меня Олимпийские игры в Атланте... В Америке... 96-й год... Мне удалось там... Взять... Как говорят... Завоевать... Две серебряные медали... Положение лежа с винтовки на 50 метров... И... Три положения... В общем... 40 лежа... 40 стоя... 40 с коленом... На стандарте... Это называется упражнение стандарт 3 по 40... Даже... У меня был олимпийский рекорд... Там... Мишель Бури... Мы с ним показали одинаковый результат... Но... В финале он меня обошел... Немножко... Не сложилось... Ну я считаю... Две серебряных медали... В одной Олимпиаде... Это мало кто может похвастаться... Настоящие спортсмены... В смысле... Спортсмены высокого класса поймут... Олимпийская медаль... Она всегда самая дорогая... Она... На всю жизнь... Очень сложно попасть... На две Олимпиады... Там... Вот... Я... Поэтому, наверное, мне повезло... Я взял две медали... Я на одной Олимпиаде выступал... Выступать Сергей Николаевич завершил 5 лет назад... А сейчас обучает тайном меткости молодое поколение... Я тренер национальной сборной команды... По поливой с людьми... У меня есть воспитанники... Довольно много... Ну, в последнее время я сейчас тренирую... Женскую команду... Сборную команду по винтовке... Национальную команду... Женщин... Девушек... Это вот... Малиновская Александра... Морозова... Юлия... Там... Лунина... Снегиревич... Ну и ребят, конечно... У меня были спортсмены... Но они у меня сейчас еще остаются... Это... Кременов Алексей... Ратмир Миньяров... Это... Мастера спорта международного класса всех... Я работаю уже... С членами сборной... Не с начинающими... Уже готовы... Мастера... Плечом к плечу с ним работает и Галина Васильевна на аналогичной должности... Ее оружие – пистолет... Галина Беляева... Родилась 12 декабря 1951 года... Мастер спорта международного класса... Серебряный призер азиатских игр... Чемпионка азиатских игр... Бронзовый призер чемпионата мира... Старший тренер женской сборной Казахстана по пулевой стрельбе... Свободное от работы время Галина Васильевна занимается обустройством своей новой дачи... И теперь это ее главное увлечение... Мы купили дачу два года назад... Вовсе не собирались никакое строительство... Потом с дочкой решили, что нам нужно... Небольшую комнату пристроить... И как мы ее начали пристраивать, получился трехэтажный дом... И вот мы сейчас его заканчиваем... Мы строим уже его два года... Заканчиваем... Ну, конечно, это... Как... Ну, может быть, из-за того, что уже в таком возрасте... Что дача это... Ну... Уют там... Вот... Всякие цветочки, да... Вот эти вот растения... Уже как-то вот... Раньше я проще относилась к этому... А теперь я считаю, что мое хобби это дача... Вот... И как только заканчивается у нас тренировка... Или вот свободные дни... Там, отгулы, или еще что-нибудь... Я мужу говорю... Все! Едем на дачу! На даче мы там... И отдыхаем, и работаем! Когда мы занимались спортом... И ездили постоянно на соревнования... То... Там не только на даче... У меня дома все цветы пропадали... Не-не-не... Хотя у меня все время кто-то дома... Все забывали их полить... Приеду... Выброшу, другие посажу... Хотя у меня дома всегда цветы... Какие-нибудь, но есть цветы... Самое главное, что сейчас Беляевы... Счастливые бабушка и дедушка... Которые воспитывают шестерых внуков... Двое детей... Дочь Татьяна... Постарше... И Василий помладше... У них разница восемь лет... Ну, у нас с Сергеем шесть внуков... Три девочки, три мальчика... Самому старшему восемнадцать исполнилось... Три дня назад... А самому младшему... В апреле родился... Любовь к оружию связала их сердца и стала смыслом жизни... Спортивные успехи семьи Беляевых... Яркий пример для подрастающего поколения и будущих чемпионов... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok